Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена складскому учету и смотреть мы его будем на примере ERP. То есть мы будем переключаться с вами с нормативной информацией, мы будем смотреть по слайдам и будем переключаться на демо-базу и посмотреть в демо-базе уже соответствующие документы. Вы видите наши контакты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И вы видите контакты нашего сайта. Если кто-то не сумел посмотреть по причине времени или вы не успели досмотреть до конца нашу встречу, то можно немножко позже вернуться на сайт. Мы размещаем записи вебинаров и, соответственно, вы можете посмотреть нашу встречу в любое удобное для вас время, но уже с чашечкой чая и не торопясь. Итак, какая у нас на сегодня намечена программа? То есть мы поговорим о первичных документах, которые используются в складском хозяйстве. Поговорим про настройки, потому что у складского хозяйства не так много документов, которые используются, но настройки некоторые необходимо провести. Поговорим про оформление спецодежды, ну, соответственно, это СИС, инвентарь и так далее. Как вы знаете, у нас принято в этом году новое ФСБУ 28 по инвентаризации. Мы немного затронем эту тему. То есть само проведение инвентаризации, алгоритмы, административные документы, которые нужно выполнить для инвентаризации. Ну и, соответственно, как работать с результатами инвентаризации. Поговорим про дополнительные сервисы и отчеты, которые можно получить в этом контуре. Итак, прежде чем начать работать со складским хозяйством, нам надо выполнить некоторые настройки. Сейчас мы посмотрим слайд, а потом переключимся на программу. То есть настройки, которые регулируют учет склада и доставки, у нас расположены в разделе инсы и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И вы видите, у нас здесь есть раздел настройки инсы и разделов. И использовать мы будем с вами вот этот пункт меню. Сейчас мы с вами переключаемся. Вот наша демо-база. И, соответственно, вот у нас раздел склад и доставка, в котором непосредственно расположены сами документы. И настройки, как я уже сказала, раздел инсы и администрирование. То есть это настройки, скажем так, глобальные, которые активируют определенные опции. И нам надо сначала отметить, будем мы их использовать или нет. Делается это вот таким способом. То есть вот мы перешли с вами в раздел склад и доставка. И у нас с вами есть первоначальное меню. Сейчас я закрою то, что оно уже открыто. И сделаем вот так. Зайдем за склад и доставка. И вот так сделаем. То есть мы видим все меню, которое требует, в общем-то, в основном вашей внимательности. То есть внимательно прочитать, что вы хотите активировать. Ну и, соответственно, настроить в соответствии с вашими реалиями. У нас есть документы внутреннего потребления. Сейчас мы посмотрим. То есть само меню работы со складом у нас строится вот таким образом. Здесь есть дополнительный раздел настройки и справочники. То есть это предполагает, что вы уже через НСИ активировали нужные вам функциональные опции. И это уже более тонкая настройка. Ну и, соответственно, раздел внутреннего товара движения. Это все документы, которые мы используем обычно при оформлении складских операций. Если у вас ордерный склад, то, соответственно, вот раздел, который у нас затрагивает документы ордерного склада. То есть приемка на ордерный склад, отгрузка и так далее. И раздел, который у нас заменяет привычное нам, в общем-то, наименование инвентаризация. В других разделах, например, инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности, у нас это привычное название присутствует. Это будет инвентаризация. Но в разделе склад у нас, как вы видите, произошли небольшие изменения по сравнению с привычным, например, бухгалтерией или торговлей. То есть теперь это раздел излишки и обычная инвентаризационная ведомость у нас теперь вызывается по вот этой ссылке. То есть это рабочее место перерасчета товаров. Ну и оформление, собственно, самой инвентаризации. Это излишки, недостачи и оформление порчи. Итак, мы с вами снова переходим в раздел НСИ администрирования и открываем раздел склад. То есть первой строкой у нас идут с вами документы внутреннего потребления. Во-первых, обязательно нужно поставить вот здесь чекбоксы, то есть вот эти красивые зеленые галочки. И определиться, будет ли у вас использоваться функционал заказа на внутреннее потребление. С одной стороны, это достаточно удобно для руководителей, потому что в этом случае заказы должны быть утверждены, то есть иметь статус определенный. И в этом случае движения со складами заказов будут уже регламентированы. И вот этот сложок внутреннее потребление по нескольким заказам, потому что здесь у вас может быть и отпуск в производство, и перемещение. Ну то есть документы внутреннего потребления должны быть оформлены, соответственно, с заказами. Вопрос про частичную отгрузку, соответственно, решает вот такой чекбокс, то есть если вы здесь проставляете вот эту отмечку, то у вас может быть частичная отгрузка, то есть не все сразу одним документом вы оформляете, но, соответственно, оформляете таким образом. И сразу указываете, нужно или нет, обособлять товары по каким-то параметрам. То есть вы видите по направлению деятельности. Если, например, вы ведете ГОЗы, резидентство, ну там еще какие-то направления деятельности разные у вас могут присутствовать. Или мы останавливаемся только на заказах по внутреннему потреблению. Собственно, основная задача, когда мы через НСИИ настраиваем, это внимательно читать. Практически под каждым пунктом меню, которое требует какого-то выбора, вы видите подсказки, что это такое. То есть если вы только начинаете работать с программой неуверенности, а чувствуете, то, соответственно, эти подсказки могут быть полезными. После того, как мы по внутреннему потреблению пройдемся, мы переходим на сам, так сказать, склад. Ну, во-первых, чаще всего у всех компаний есть несколько складов. При этом не обязательно физически, может быть какой-то виртуальный склад. Например, склад брака или какие-то еще варианты. Ордерные склады. Вот здесь нужно хорошо подумать. Нужно вам, будете ли вы в своей деятельности использовать ордерные склады. Но отметку можно проставить. В крайнем случае вы не будете пользоваться таким функционалом. И здесь, опять же, основное правило работы с НСИИ – внимательно читать и отмечать то, что у вас используется. Вопрос упаковочный. Потому что если вы готовите, например, отгрузки на какие-то, ну, на дальние расстояния, которые требуют оформления дополнительных документов, то есть, например, пересечение границы, железнодорожные ведомости и так далее, то в этом случае можно настроить и вот такой флажок поставить. И тогда вы можете оформлять отгрузку по упаковочным листам. А вот теперь немножко, ну, как бы, уже не складские настройки, которые у вас идут с доставкой. Сейчас мы свернем. Поскольку у нас пункт меню склад и доставка, то, соответственно, доставку мы тоже можем сразу оформить. Вот параметры, которые могут использоваться при доставке, например, своим транспортом, наемным транспортом, ну, то есть, при разных вариациях. Здесь не так много чекбоксов, которые надо отметить, но это не меня, они все-таки есть, им надо уделить внимание. Ну, первый раздел перемещения товаров. Здесь у нас уже достаточно более солидный перечень. И, в общем-то, перемещение товаров на складе часто используется, потому что, во-первых, это могут быть территориально разнесенные склады, это могут быть какие-то другие варианты, то есть, документы, которые мы будем использовать. Перемещение товаров, ну, однозначно будет стоять, должен стоять чекбокс. А вот заказы на перемещение, вот здесь вопрос задачники, потому что одно дело заказы, допустим, которые мы отмечаем в складском учете. Сейчас закроем его, чтобы не мешался. И другое дело, когда мы доставку настраиваем. То есть, вот здесь, соответственно, и если перемещать товары других организаций, это предполагает, что у вас есть функции хранения на складе. То есть, хранение, когда вам передают товары на ответственное хранение. Перемещение по нескольким заказам стоит отметить, потому что, может быть, что одного заказа вам не хватило. Например, автомобилей вы можете использовать по нескольким, то есть, так сказать, доставка в несколько точек обособленных. И статусы заказов на перемещение. То есть, должны ли быть у вас, если вы отметили, что заказы на перемещение, должны ли учитываться статусы этих складов. Ну, и плюс, соответственно, у нас с вами идет перемещение товаров. Мы закроем. Это мы закроем. Будет ли у вас в вашей деятельности использоваться сборка и разборка? То есть, заказы на разборку. Значит, что вы можете использовать функцию, когда вы какие-то разборки комплектов осуществляете или, наоборот, сборки. То есть, из нескольких номенклатурных единиц собираете какой-то набор. И последний статус – обеспечение потребностей. Здесь у нас с вами есть две таких важных, так сказать, позиции, которые требуют вашего внимания. Обособленное обеспечение заказов. То есть, нужно ли обособлять заказы под какие-то конкретные заказы. И разрешить обособление товаров и работ сверх потребностей. Вот эту отметочку, этот красивый чекбокс, лучше сразу поставить. Потому что очень часто бывает, что отгружаются с запасом, например, на бой, на порчу, если это какие-то хрупкие изделия, хрупкие товары. Ну и, соответственно, если вы это используете, прошу прощения, отключите, пожалуйста, микрофон. Ну и иначе мы вас слышим, лучше чем меня. И здесь тоже, опять же, согласно вашим потребностям, нужно отметить упрощенное или расширенное обеспечение потребностей. После того, как вы проходите по вот этим настройкам, прошу прощения, я промахнулась, по этим настройкам, вот мы сейчас все позакрываем, вы можете переходить уже непосредственно к разделу склад и доставка. То есть через НСИ мы с вами активизировали некоторые функциональные опции, которые мы можем использовать в дальнейшем. Если вы этих отметочек не поставили, то многие функции будут скрыты или не будет в разделе, допустим, склад и доставка или любом другом разделе, не будет возможности работать с этими документами, потому что они будут исключены из зоны видимости. После того, как мы проверили настройки через НСИ, мы с вами можем спокойно переходить в раздел склад и доставка и здесь уже оперировать. Ну, во-первых, если мы начинаем только работать в программе, то, естественно, нас интересуют настройки и справочники. А уже после этого мы можем работать с первичными документами и делать то, что нам надо. Значит, если мы с вами идем настройка и обеспечение справочники по складу, то есть вы видите способы обеспечения, схемы обеспечения. То есть это как бы складская логистика. И непосредственно раздел склада у нас будет взаимодействовать вот с такими справочными данными. То есть это уже для того, что мы настраиваем адресное хранение. То есть мы можем настроить на любом складе адресное хранение, где указываем, на каком стеллаже располагается, то есть какие ячейки. Это нам надо для автоматической, для расчета емкости склада, наполнения склада, складской логистики, то есть чтобы проще было собирать, например, по каким-то заказам. И управление доставкой. Вот здесь вот обратите внимание, мы задаем сначала типы транспортных средств. В нашем случае это вот, например, грузовые машины, может быть, железнодорожные. То есть мы задаем только типы, какие виды транспортных средств мы с вами будем использовать. Например, вагоны, контейнеры, ну, соответственно, какие-то более мелкие, например, развоз на транспортных средствах типа газели, то есть маленькой грузоподъемности, либо какие-то большегрузные автомобили. То есть мы здесь задаем типы транспортных средств, которые, например, имеются и у вас, и которые вы используете для работы с сторонними перевозчиками. Обратите внимание вот на такой момент. То есть здесь у нас есть настройки. Мы можем, например, указать конкретные типы транспортных средств. Ну, например, там, стане 25 тонн там и так далее. Можем указать с номерами. С номерами это не стоит делать. То есть, соответственно, мы задаем грузоподъемность и создаем сведения о вместимости транспортного средства. Потому что, например, те же грузовые перевозки у нас могут быть автопоездом, когда до 120 тонн. Может быть обычные грузовые фуры там, например, меньше грузоподъемности и, естественно, меньшего объема. После того, как мы создали типы транспортных средств, мы можем создать еще и правила размещения. Если, конечно, у вас такая аналитика будет использоваться, например, если вы хотите загрузить транспортное средство сначала, например, заказы, которые требуют более дальней доставки, ближе к концу транспортного средства, те, которые должны быть выгружены вперед и так далее. И, соответственно, будете ли вы использовать зоны доставки или не будете? У меня вот для примера есть вот такой вариант. То есть, это междугородние перевозки, соответственно, на каждый маршрут я могу как-то его более конкретно описать. То есть, либо по названию клиента, либо по названию региона. То есть, это уже мои, так сказать, технологические операции и какие-то внутренние ваши деления. Или можем указать в черте одного города, какие могут быть варианты. То есть, если вы идете учет по регионам доставки. Собственно, после того, как вы прошлись вот по этому разделу, вы уже уверены, что все ваши индивидуальные особенности бизнеса учтены. То есть, вы, соответственно, все внесли. Я намеренно не останавливаюсь на способах обеспечения потребностей и схеме обеспечения. Потому что это связано напрямую, допустим, с производством, если оно у вас есть. Или, ну, то есть, видите, здесь достаточно большой перечень, что мы можем использовать, каким образом. То есть, вот такая настройка, каждая запись требует индивидуальной настройки. Ну, и, соответственно, название, которое вы сразу можете идентифицировать. То есть, ну, например, стройки, доставки. То есть, вы видите, здесь достаточно большие варианты, которые можно выбрать. Большие списки вариантов. И тип обеспечения. То есть, либо мы покупаем, либо мы перемещаем среди своих складов, либо мы собираем это, то есть, возможно, какие-то внутренние заказы на сборку-разборку. Либо это доставка собственной продукции. Ну, то есть, силами переработчика, это если мы сдаем собственные материалы на переработку. То есть, это работа с довальческим сырьем. Сейчас мы чисто обзорно это с вами проверяем. Но, тем не менее, это, в общем-то, тоже стоит сделать. И схема обеспечения увязать с вашими производственными потребностями. Ну, то есть, проверить, как здесь настроить, соответствует ли вашим реалиям. После того, как мы с вами проверили справочники, которые у нас в разделе расположены, склад и доставка, то есть, вот этот пункт, настройки и справочники, мы с вами можем переходить уже непосредственно к товародвижению. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, если вы планируете использовать адресное хранение, то есть, необходимо до того, как вы начнете работать с самими первичными документами, проверить раздел адресное хранение. То есть, рабочее место выглядит вот таким образом. И создать по кнопочке создать мы можем на перемещение, на размещение на определенном складе или на определенном стеллаже, на определенном месте. Для этого мы должны выбрать склад, для которого мы такую настройку хотим сделать. То есть, выбираем... Это у нас уже созданный иерархический справочник, который мы с вами можем первоначально задать в разделе НСИИ администрирования и, соответственно, раздел партнера и структура предприятия. Здесь у нас с вами есть раздел склады и магазины. То есть, настройка, которую вы увидели, у нас делается вот в этом месте и, соответственно, ее лучше сделать заранее. Хотя по ходу работы можно добавлять какие-то, ну, например, вновь выделены склады или помещения. Или, если требуется, как я уже говорила, работать с виртуальным складом. То есть, это мы все настраиваем в разделе НСИИ. В разделе склада доставка, адресное хранение и раздел установка блокировки ячеек тоже по кнопочке создать дает нам вот такую возможность задавать конкретные ячейки, конкретные расположения, например, на стеллажах, ну, где-то еще и так далее. У меня, как вы видите, вот такая структура была задана изначально. То есть, я могу задать кладовые, можем задать для производства, а можем создать и для торговой деятельности. Ну, то есть, это зависит уже от вашего процесса, от специфики, то есть, какие бизнес-процессы вы применяете в своем бизнесе. Так, это мы пока закрываем и снова возвращаемся в раздел склада доставка. При этом, смотрите, у нас с вами есть блок документов, то есть внутренняя товара движения. Здесь собраны документы, которые в процессе работы склада могут создаваться. И есть раздел управления доставкой. То есть, это немножко другой бизнес-процесс. Мы сначала проговорим про внутреннее товародвижение. И есть раздел сервисы. То есть, раздел сервисы – это работа с маркированной продукцией в основном, то есть, эгоистом, эгоист-лес, ветеринарные службы, маркированные изделия. Здесь у нас могут быть не обязательно торговля мехом, но, как вы знаете, у нас сейчас достаточно много групп, которые попали под маркировку. То есть, это и молочная продукция, и вода, и все, что сейчас маркируется. И работа с ТСД. Я почему остановила ваше внимание на работе товаров с ТСД? Потому что, во-первых, это во многом облегчает, ускоряет работу с складской и документацией, соответственно, инвентаризациями и так далее. Потому что позволяет автоматически набрать на ТСД определенный перечень товаров и выгрузить это в документы, которые у нас, например, вот здесь требуются для составления. В этом случае уже у нас исключаются ошибки в наименованиях, ошибки в каких-то других документах. То есть, работа на складе с ТСД, это, собственно говоря, достаточно интересный процесс. И надо первоначально решить, будьте вы использовать возможность, потому что в этом случае нужно подключить ТСД к складу и провести определенные тоже операции для настройки. Итак, что у нас с вами происходит с документами, когда мы обычный складской процесс хотим отразить. Раздел внутренний товародвижения и переход вот по этой ссылке. Собственно, все выделенные жирным шрифтом вот таким пункты меню открывают общий журнал документов по этому вопросу. То есть, мы открываем внутренние документы все и попадаем в общий журнал документов. И здесь мы можем с вами уже как создавать новые документы, так и просмотреть то, что уже создано. Как вы видите, у нас внутреннее товародвижение. Здесь сгруппированы разные документы. То есть, не только списание, например, но и передача в эксплуатацию. То есть, передача в эксплуатацию – это у нас возможность с вами работать со средствами индивидуальной защиты, учета инструментов и так далее. То есть, когда мы передаем в эксплуатацию или когда мы выводим, например, на забалансовый учет. То есть, когда в бухгалтерии мы это списываем на затраты, а в управленческом учете на забалансовых счетах ведем учет, соответственно, переданный в эксплуатацию или возврат из эксплуатации, когда, например, сотрудник уволился и возвращает инструменты, спецодежду, которая еще не выбрала, срок использования и так далее. Поэтому обратите внимание, что в общем журнале документов у нас большую часть мы можем с вами выбрать. И здесь есть раздел о приходовании излишков и, соответственно, пересортиться. То есть, это документы, которые у нас возникают по результатам инвентаризации чаще всего. Соответственно, как вы знаете, во всех, собственно говоря, не только в этом журнале, во всех документах, которые отражают какой-то список уже созданных документов, мы можем включить фильтры. То есть, например, сейчас у меня стоит фильтровка по дате. Можно это сделать, например, по номеру. Включить, выключить, то есть по нарастанию, по убыванию. Ну, не прошу прощения. То есть, список у нас достаточно большой здесь. И по серым полям мы можем с вами включить фильтры. Ну, то есть, работать по принципу обычного экселевского документа, где мы можем фильтры настроить. Соответственно, если мы не выбираем организацию, то будем видеть документы по всем организациям. Точно так же про склады и про менеджеров. Если выбираем конкретно какого-то персонажа, то будем видеть документы только по этому. Сотруднику или уже какие-то документы с определенным статусом. То есть, обычный функционал, который работает во всех разделах 1С. Мы сейчас его не будем пока закрывать. Мы посмотрим, что еще, чтобы потом можно было переместиться в этот раздел, не теряя времени. Итак, значит, накладные к оформлению. То есть, это документы, которые у нас созданы. Но еще по каким-то причинам, например, отсутствует подпись, еще какие-то статус не тот. То есть, мы видим документы, которые только предполагается оформить. Если это заказ был, то, соответственно, по заказу. Сложного здесь, как мы видим, ничего особого такого нет. Все, что мы можем создать, мы можем выбрать. Главное, внимательно читать. Перемещение товаров у нас единственный вариант, потому что этот документ у нас как бы имеет, скажем так, не аналогов, а имеет других назначений. Пересортится то же самое. Ну, соответственно, опять здесь нужно обращать внимание на то, что вы делаете. Потому что, например, если вы передаете в производство, отключите микрофон, достаточно отвлекает и вас, и меня. Прошу прощения, отключите микрофон. Коллеги, я прошу прощения, Галина, извините, пожалуйста. Пользователь Татьяна Жигалова, выключите, пожалуйста, микрофон. Благодарю. Галина, можно продолжать. Благодарю вас. Собственно говоря, на внутреннее потребление и на внутреннее перемещение. То есть перемещение – это технический, собственно, процесс, который оформляет передачу между складами, если у вас адресный склад, то, соответственно, по другим месторасположениям и так далее. Вот здесь нужно помнить, что если вы выбрали заказы на перемещение, то сначала вы создаете заказ, а потом уже вы создаете сам документ перемещения. Ну, мы сейчас сделаем с вами вот так. Возьмем тот статус, где у нас к выполнению стоит. И посмотрим. То есть статус к выполнению у нас предполагает, что мы уже этот процесс запускаем и перемещаем. А к обеспечению, значит, у нас мы установили опцию, которая позволяет учитывать обеспечение обособленное и работать уже с этим. То есть мы, соответственно, создаем, что мы в документе указываем, что перемещаем. Вот сейчас внизу так вот делаем. Если это товар какой-то, где указываются серии и так далее, собственно, это все здесь отмечается. Другая закладочка – доставка. Вот здесь уже учитываются те настройки, которые мы создали для управления доставкой. И вот здесь мы с вами можем выбрать наш транспортное условие либо вот такой перечень доступных нам вариантов. И, соответственно, если мы выбираем здесь какой-то, допустим, самовывоз, то у нас изменяется интерфейс. И если мы выбираем, допустим, перевозчик, то здесь уже, как вы видите, изменился интерфейс. Мы учитываем, что поля, которые имеют красное подчеркивание, обязательно для заполнения. И документ без заполнения этих полей у нас не проведется. То есть программа выдаст ошибку. И сведения, которые мы указываем, например, для экспедиторов. То есть, соответственно, в этом случае мы проставляем флажок. Это поле становится обязательным. И мы пишем уже инструкцию для экспедитора. Что там, например, при приезде на такой-то склад должно созвониться складовщиком. То есть контактная информация. То есть любой текстовый в этом случае текстовая информация будет срабатывать. И на закладочке дополнительно будет указана информация, которая требуется для учета. То есть если это, например, по видам деятельности требует информацию, то здесь должна быть внесена эта информация. У меня, видите, вот такие варианты направления деятельности указаны. И, соответственно, мы должны указать эту информацию уже для дальнейшего использования аналитики в программе. Так, сейчас подвинем. Вот так вот. У нас эти поля закрыли. У нас возможность работать с другими. Мы... Нет, не будем изменения сохранять. Ну и, соответственно, в этом журнале мы видим документы, которые были составлены, и статус этих документов. Еще, соответственно, заказана сборка-разборка, если вы установили такую функцию, что возможно. И обратите внимание, маркировка товаров. То есть работа с маркированными товарами. У меня, к сожалению, такого примера нету, потому что создавать его достаточно трудоемко, а рассказывать его можно много, и это займет все время нашей встречи. Дополнительные опции, то есть вы видите, которые можно использовать. Принцип такой же, то есть мы попадаем в общий журнал, только не в всех документах, например, складских или внутренних, а уже достаточно специфические. И, собственно говоря, все документы, которые оформляют складское товар движения, у нас делятся на внутренние документы и на работу с доставкой. Внутренние документы, их, в принципе, вы уже все достаточно хорошо знаете, не будем на них останавливаться. И сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. Только перед этим еще хочу пару слов сказать. Поскольку у нас сейчас действуют и прослеживаемые товары, и маркированные товары, и, собственно говоря, еще достаточно много разных дополнительных функций, то, например, с маркированными товарами нужно помнить, что когда вы производите перемещение между складами, на определенном этапе включается работа с честным знаком, и, соответственно, вы должны не забывать эту функцию, то есть обмен с честным знаком и так далее. Получение на эмиссию марок, получение марок и так далее. А теперь у нас получается, что, в общем-то, именно каких-то специфических больше документов у нас здесь нету. То есть работа с заказами, вот вы видите, четыре таких пункта меню. И, собственно говоря, документы списания в производство. Это товары транспорт, извините, это требование накладное. И дальше тоже переход на управление доставкой. Вы тоже знаете, что у нас в этом году транспортные услуги, это в электронном формате мы применяем по требованию законодательства. И, соответственно, вот в этом разделе мы можем заполнять не только документы, сами по себе договора, например, но и можем работать с поручениями экспедитора. То есть меню доставка, это рабочее место, у нас предполагает, так же, как и внутреннее товародвижение, создание определенных документов. То есть мы вот с нашего склада, куда, ну, как вы видите, здесь заполняются закладочки и создается задание на перевозку. То есть в этом случае у нас с вами уже включается работа с, во-первых, наша или не наша, или перевозчика. И здесь мы можем с вами задавать маршруты. Соответственно, это дополнительные распоряжения, допустим, по времени, по дням недели и так далее. Ну, то есть подробности, которые касаются перевозки. И определенные статусы. То есть формируются к погрузке, закрыто у полностью доставленных заданий или просто закрыто. То есть, соответственно, отслеживается статус доставки, и потом мы можем выводить отчеты по доставке. Мы к ним вернемся немножко позже. А сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Это слайдик, который мы с вами уже посмотрели и потрогали. То есть это настройка через НСИ. Следующий слайдик показывает, собственно говоря, сам интерфейс этого раздела. Мы с вами уже по нему немножко прошлись поподробнее. И следующий слайд – это уже интерфейс раздела «Склад» и «Доставка». То есть это, так сказать, памятные вихи, по которым обязательно надо пройтись перед тем, как вы начинаете работать с документами по конкретным складским операциям. А вот дальше у нас с вами начинается новый раздел. То есть мы с вами переходим к инвентаризации. Я уже говорила, что 28 ФСБУ – это отдельный документ, который у нас был принят, иступил в действие. Ну, в принципе, не сказать, что достаточно давно, но это один из новых документов. Как вы видите, опубликован он был до 5 апреля 2023 года. И, соответственно, требования вот этих законодательных актов для нас сейчас обязательны. Поэтому мы с вами давайте снова вернемся к нашей демо-версии. Это мы сейчас позакрываем, это нам пока не надо. И раздел «Склад с доставкой» в нашем случае – это раздел «Излишки, недостачи и порчи». Вот если мы с вами перейдем в рабочее место пересчета товаров, то здесь, ну, во-первых, мы выбираем место, где должна выполняться инвентаризация. Ну, а во-вторых, мы создаем определенный документ. То есть он называется «Пересчет товаров». И в этом случае практически мы с вами, ну, во-первых, если мы применяем ТСД, то мы можем с вами через ТСД делать. То есть мы сканируем штрих-коды или какая-то другая индивидуальная информация. Ну, то есть, возможно, через сканирование у нас здесь присутствует, что очень удобно. И, соответственно, в этом случае номер вот этот программа присваивает автоматически. Исполнитель у нас, мы указываем, кто производит инвентаризацию и на каком складе. И, соответственно, вот этот вот флажок лучше поставить, потому что в этом случае мы будем видеть количество, которое есть в бухгалтерском учете по данной номенклатурной позиции. Ну, и, соответственно, если через ТСД, то сюда информацию мы можем загрузить. И если нет, то можем просто добавить. А здесь теперь у нас есть еще один интересный момент. То есть для того, чтобы результаты инвентаризации у вас были легитимны, до того, как начать делать документы в программе, вы должны определенные административные действия произвести. То есть должен быть составлен приказ или распоряжение, ну, какой-то ваш локальный нормативный акт, который дает команду о том, что вы должны провести инвентаризацию. И в этом случае, значит, у нас должен быть подготовлен комплект документов. То есть приказ об инвентаризации, приказ о назначении инвентаризационной комиссии, сроки проведения инвентаризации и в обязательном формате оформление расписки материально ответственных лиц, что к моменту проведения инвентаризации все документы сданы, документы денежные, если склад, например, попутно занимается торговой деятельностью и так далее. То есть для того, чтобы все эти документы напечатать, у нас в разделе «Печать» вот такие имеются печатные формы. То есть, во-первых, сам по себе бланк на пересчет товаров. Если у вас идет учет по качеству, то, соответственно, по качеству. Если нету, то мы используем вот такой бланк. Провести и продолжить. Ну, у меня ничего не введено, видите, поэтому сейчас у меня не даст программу этого сделать. И мы через кнопочку «Эскейп» вот такая ситуация возникает часто на первых порах. То есть мы создали документ, мы у него ничего не внесли, ну, здесь у меня внесено, а мы ничего не внесли, посмотрели и закрыли. У меня осталась вот здесь вот пустая, незаполненная строчка и, соответственно, с красным подчеркиванием. Вот в этом случае программа не даст этот документ не удалить, не изменить, вернее, неправильно сказала, извините, не даст сохранить. Потому что для того, чтобы закрыть документ, в котором есть красное подчеркивание, нужно сначала выделить эту строку и только после этого нажать кнопочку «Эскейп». То есть мы удаляем сначала строку с красным подчеркиванием, уже после этого можем оперировать самим документом, например, закрыть, отменить и так далее. Значит, еще раз возвращаемся к печатным формам. Так, у меня здесь информация внесена. И, значит, соответственно, обычная нейтрализационная опись. То есть, как я уже сказала, она может сформироваться с использованием ТСД, а может сформироваться вручную, как ко старинке. Ну, вот, например, нейтрализационная опись, которая у меня есть. На данный момент я ее не смогу использовать, к сожалению, поскольку у меня демо-версия. Но, тем не менее, то есть обычный бланк инвентаризационной ведомости нам доступен. Результат пересчета товаров. Тоже, к сожалению, в демо-версии не смогу показать вам, но варианты, как вы видите, здесь еще часто используемы практически всегда. Это свечительная ведомость. Соответственно, свечительная ведомость – это два документа. То есть, первое – это инвентаризационная опись, и следующее – это свечительная ведомость. Вот эти два документа обычно у нас оформляют товародвижение. И, собственно, то, что мы с вами посчитали ручками или с помощью ТВД у нас оформляются этими документами. Кроме этого, у нас в обязательном порядке должен быть акт назначения комиссии и о сроках проведения. Обычно указывается, что, например, инвентаризация плановая или внеплановая, или в связи со сменой материально ответственных лиц и так далее. Но, тем не менее, если этих документов у вас не будет, то доказывать потом, что, например, обнаружено большая недостача, и, например, я хочу оформить документы о том, что это за счет виновных лиц, виновные лица, такие-то, такие-то. В этом случае оформление таких документов будет обязательно. Если мы этих документов не оформим, то, естественно, в этом случае доказать о том, что есть виновные лица, будет сложнее. И теперь мы переходим к результатам отражения инвентаризации. То есть у нас, например, есть какой-то пересорт или обнаружено недостача. Ну, то есть, соответственно, мы вот по каждой из этого перечня, ну, возьмем, допустим, вот излишки, должны составить документы. Если у нас в результате инвентаризации обнаружены излишки товаров, то мы их при ходу ем. И, соответственно, в этом случае, вот я добавляю что-нибудь, пусть будут кроссовки, вот так. Здесь мы ничего не делаем. Количество, например, две штуки. Вот у нас ситуация, когда я не знаю, что здесь запомнить. Вообще мне эта строка не нужна. Значит, обычный скейп. Вот так. То есть я запомнила, что у меня есть в излишках. После того, как я провожу этот документ, мне будет доступна печатная форма отражения излишков товаров, например. А в этом случае в бухучете мы отражаем, что вот эти излишки мы приходим, и они у нас идут под налогообложение. Но если у нас ситуация, например, когда мы обнаружили не излишки, а недостачу, то в этом случае мы с вами добавляем, соответственно, какие-то позиции. то же самое. То же самое. Допустим, одна у нас недостача. То в этом случае у нас результаты инвентаризации отразятся как недостача, но не включаются в расходы. То есть получается, что излишки мы приходуем, и в этом случае они попадают под налогообложение. А недостачу мы в счет расходов не включаем. То есть поэтому нужно быть аккуратными при отражении результатов инвентаризации. Снова с вами вернемся. Снова излишки и недостачи. По поводу недостачи хочу сказать, что нам обязательно нужно учитывать, что если мы обнаруживаем какие-то недостачи, то мы должны списать по нормам, то есть в пределах норм естественной убыли, и уже отнести, если что-то осталось, отнести уже тогда на убытки. В этом случае мы будем использовать документ порчи товаров, то есть, например, в разделах, в разрезе естественной убыли. При этом вот здесь вот мы должны указать, что у нас, например, ну, чаще всего кроссовки, естественно, не убывают сами по себе. Чаще всего это касается, например, сыпучих, весовых товаров, ну, каких-то таких, которым можно применить нормы естественной убыли. и у нас в этом при отражении этого процесса будет, возможно, печатные формы. Я специально показываю печатные формы, чтобы заострить ваше внимание, что при работах с инвентаризацией, с блоком инвентаризации у нас доступно несколько печатных форм практически всегда и доступно пакетное выведение пакетной информации, то есть когда мы должны напечатать сразу и, например, приказ о проведении инвентаризации и приказ о формировании комиссии и утверждение допустим результатов инвентаризации. В принципе, функции при этом у нас остались такие же, какие были, например, в предыдущих версиях или в аналогичных программах, то есть УТ, бухгалтерия, то есть функциональность при этом не изменилась. Пересортица товаров, то есть в этом случае у нас форма документов практически одинаковая, но, естественно, заполнить я ее могу в автоматическом режиме, если я выбрала какие-то документы, например, ведомости, я могу по результатам этой инвентаризации сформировать документ, что приходование, что списание, что пересортится, то есть это уже соответственно будет как отражение результатов инвентаризации. И обратите внимание, у нас здесь кнопочка отчет, практически во всех этих документах вы видели, кроме печатной формы, есть еще кнопочка отчетов, нам по ней можем сформировать, нет, отменим, потому что у нас здесь нету сериальных товаров, но, тем не менее, мы можем сформировать весь комплект документов, которые мы провели вот по этому блоку, то есть пересчеты товаров, это инвентаризационная ведомость, излишки и недостачи это сличительная ведомость, мы можем по ней посмотреть, ну и соответственно уже излишки недостачи и порчи товаров у нас формируют конкретные проводки, то есть либо либо оприходование, либо списание с остатков, которые у нас имеются. Ну и собственно говоря, у нас с вами осталось управление доставкой, здесь в общем-то у нас достаточно тоже традиционные документы, только они немножко по-другому скомпонованы, чем в предыдущих версиях или в предыдущих или в других программах, то есть где используется этот блок, то есть торговля и склад, например, здесь у нас как мы с вами уже смотрели, мы создавали виды транспортных средств и доставка, управление доставкой, общий журнал доставки, рабочее место мы видим с вами по выделенному тексту, транспортные средства мы уже с вами создали, при этом вот мы создавали типы транспортных средств, а теперь конкретные сведения, которые касаются каждого индивидуального транспортного средства, то есть во-первых госномер, во-вторых тип, как я уже говорила, мы заполняли с вами справочник, в нашем случае это было до 10 тонн или более 10 тонн, ну естественно это могут быть железнодорожные составы, там контейнеры и так далее, то есть мы эту информацию выбираем уже при заполнении каждого конкретного транспортного средства и указываем лицензионные карточки, если это, например, наше транспортное средство, ну и сведения про прицепы, какие конкретно прицепы, госномер, это текстовые поля и мы заполняем один раз, то есть когда вводим эту информацию про транспортное средство. закрыли и обратите внимание еще у нас здесь есть поручение экспедиторам зоны доставки мы не будем рассматривать, потому что зона доставки создается один, тоже раз, если вы применяете и для работы с курьерами сотрудники магазинов, это контактная информация для экспедитора в основном либо для водителей, кому человек должен обратиться и с каким конкретно вопросом. Ну, то есть поручение экспедитора мы с вами создаем новый документ и здесь уже создается информация, которая проводок в бухгалтерском учете не как бы не выполняет, то есть этот документ фиксирует правленческую информацию, то есть во-первых откуда мы возьмем торговую например мы возьмем вот так вот мы выбрали склад мы выбираем пункт конечного назначения соответственно из дополнительных справочников которые у нас уже созданы предполагаем адрес вот с адресом значит здесь у нас вот какая будет ситуация то есть адреса это дополнительный справочник в нашем случае будет вот таким образом выглядеть интерфейс то есть это обычный механизм работы со справочником мы его используем и при например приеме сотрудников то есть указывается дата прописки там дата проживания и так далее то есть здесь мы используем адресные классификаторы ну соответственно вы помните что раньше применялись кладры сейчас в большинстве своем фиасы то есть для того чтобы использовать адресный классификатор естественно его нужно подгрузить это первоначально в первоначальных настройках зона это если вы используете зонирование если нет то соответственно в этом случае вот у меня будет вот так я уже показывала как у меня справочник выглядит это зона доставки информация обратите внимание вот на такую стрелочку значит здесь если я использую то есть откуда-то я могу перенести такую информацию и соответственно описание поручения в нашем случае имеет красное подчеркивание и здесь мы обязательно должны ввести какой-то текст который мы поручаем экспедитору то есть например требуется три экземпляра подписанных в некоторых случаях такая практика применяется потому что например если вы работаете с муниципальными учреждениями или с госструктурами то часто для них требуется два экземпляра оригиналов потому что один остается на складе а другой передается на какие-то уже другие структуры вышестоящие требуется третий экземпляр вот так напишем экземпляр ответственно естественно выбирается из справочника справочники физических лиц например или наших сотрудников комментарии то что не отразится в текстовой части документа комментарии это для уже тех кто работает с журналами этих документов ну какая-то дополнительная может быть информация и в результате мы формируем текстовый документ видите мне сразу программа стала ругаться что извините адрес то у вас не заполнен и пункт назначения не выбран допустим выберем склад и пусть у нас будет склады вот так вот сделаем склады готовой продукции и в этом случае допустим выберем ну соответственно здесь у меня квадры подгружены то есть соответственно и я могу использовать эту информацию оставим вот так так и здесь достаточно удобно работать потому что видите программа контролирует что вы заполнили и что вы пропустили то есть вы не уже меньше вероятность того что вы можете ошибиться то есть формируется вот такой вот документ обратите внимание он имеет штрих-код то есть возможность сработать с электронным документооборотом здесь у нас присутствует и не набирать его вручную а считывать сканером так это мы с вами посмотрели и отчеты мы можем посмотреть с чем связано то есть если например у нас есть заявка или есть какой-то другой документ то мы увидим иерархическую структуру так это мы с вами посмотрели теперь снова возвращаемся в зону доставки сотрудники магазинов то есть в этом случае как я говорила уже сюда вводится информация какой конкретно сотрудник по какому складу допустим вот я уже выбирала для начала склад готовой продукции и его роль то есть кто данный человек в нашем с вами участке бизнеса ну я например поставлю что это диспетчер будет записать и закрыть вот значит мы с вами создали сотрудника магазина которого мы потом можем выбирать уже в конкретном документе например поручение экспедитору и самый интересный раздел это электронные перевозочные документы как я уже сказала у нас с вами действует в этом с этого года электронный документ оборот по грузоперевозкам и соответственно мы здесь можем создавать электронные документы которые касаются непосредственной транзакции то есть это в нашем случае может быть либо документ либо договор либо транспортная накладная либо электронный заказ наряд ну то есть мы соответственно можем вот выберем транспортную накладную и для того чтобы мы могли дальше работать мы должны пройти вот такой путь то есть это создание электронной транспортной накладной хочу сказать что здесь в первую очередь необходимо уделить внимание договору который у вас составлен потому что на основании договора можно уже формировать и все остальные документы а так у нас будет ну скажем более трудоемкий процесс а теперь еще одна тонкость как вы видите есть поля где вот такой вопросительный знак это контекстная справка то есть мы можем нажать и посмотреть что же такое мы должны сделать то есть это соответственно когда мы работаем по сокращенным бланкам которые заказ например заказ договор и так далее в этом случае мы можем не использовать номер то есть дату заявки вот мы выбираем сегодняшнюю грузоотправитель то есть это дает нам возможность работать не только например с поставщиком и покупателем а если у меня поставщик находится например в Москве а склад готовой продукции находится там где-нибудь под Калугой то в этом случае я могу указать грузоотправителем склад который например склад готовой продукции который у меня находится где-то в другом месте территориальном и мы должны отметить что это у меня экспедитор или грузополучатель то есть все красные поля мы заполняем при этом здесь используются справочники которые мы уже вводили то есть соответственно контрагенты наши или просто перечень адресов ну и видите вот поля которые обязательно к заполнению и не просто обязательно к заполнению а еще и выделены красным то есть чтобы мы обязательно обратили на это внимание и хочу напомнить что обычно в логистических документах указывается оценка стоимость груза потому что если вы ее не укажете то в этом случае особенно если допустим международной перевозки может быть если поврежден груз или какие-то другие форс-мажорные обстоятельства то оценка будет либо по КДПГ то есть международным правилам перевозочным либо по той стоимости которую вы указали естественно ту стоимость которую вы указали обычно более скажем так приближем к реальной стоимости и вы можете указать если сдается например на какой-то транзитный склад или на склад временного хранения вы можете через эту пиктограмму кнопочку указать другие реквизиты получателей и нам доступны здесь только отчеты по иерархии то есть если я например ввожу это на основании каких-то других документов то это у меня будет здесь отражено я смогу потом посмотреть все подробности про грузоперевозки так еще у нас здесь с вами интересный момент есть который в принципе часто используется то есть если вы например при первоначальных настройках при администрировании использовали настройки по адресному хранению то мы можем еще генерация склада настроить вот таким образом то есть мы можем создать структуру склада и указать на ней соответственные подробности то есть какой секции на каком стеллаже и так далее ну то есть задать вот такую настройку то есть это настройка адресации делается это по каждому конкретному складу и собственно говоря можно сделать в любой момент если бы сначала это не использовали а смогли скажем так подойти к этому уже сильно позже то есть например сначала вы настраивали выводили остатки все все такое то можно уже после вот этих всех движений заняться настройкой склада ну или у вас не было специалиста который мог бы сделать возможность через меню сервис вернуться к настройкам складов и точнее адресного хранения есть вот вот такая есть и соответственно работа со сборкой и разборкой точнее с его диспеттированием это еще одна возможность то есть мы можем допустим по каким-то фильтрам которые мы задаем то есть либо по складу либо по зонам настройки добавлять отдельные документы например по заказам просмотреть все заказы просмотреть еще какую-то информацию которая здесь содержится через меню назначить выбрать жертву то есть того кто должен отвечать ну либо снять с контроля а вот еще один интересный пункт это у нас мобильное рабочее место кладовщика оно видите выделено достаточно обособлено и в самый конец раздела то есть здесь расположены средни которые помогают кладовщикам например формировать товар или выполнять какие-то формировать какие-то документы которые мы с вами посмотрели уже перед этим то есть складские документы например распоряжение на приемку в этом случае у нас можно просмотреть этот документ и просмотреть его статус то есть если я беру например начать приемку если у меня стоит очередь из 10 фур и я оформляю вот такой документ и соответственно у меня программа заполняет конкретные документы приходные ордера приходные ордера это если меня интересуют например по конкретному по моей конкретной жертве естественно какой-то сотрудник который за это отвечает за размещение товаров при адресном хранении то есть это документы которые в общем-то не по всем по ним формируются проводки и не по всем по ним формируются формируются печатные формы но вот это вот конкретно рабочее место кладовщика позволяет сейчас мы извините вот так вот сделаем чуть-чуть подвинемся позволяет именно выполнять диспетчерские функции по размещению конкретных товаров на конкретных местах и отражает как вы видите вот на какой стадии какой процесс находится и здесь у нас есть вот такая вот ссылочка это настройки и мы можем задавать для данного конкретного склада конкретному пользователю какие-то дополнительные сейчас вам покажу дополнительные параметры если у вас например имеется фото для товаров то их можно использовать естественно вот как дополнительную информацию если мы проставляем вот здесь вот флажок то информация из карточки товаров или чаще всего это номенклатурная карточка то есть соответственно здесь могут быть эти сведения так и собственно наше время уже вышло хотелось еще сказать про прослеживаемые товары в меню сервис мы можем посмотреть про работу с прослеживаемыми товарами и здесь видите сгруппированы все разделы которые необходимы при работе с прослеживаемыми товарами то есть достаточно открыть и по гиперссылке перейти в нужный раздел то есть соответственно здесь гиперссылки по которым мы можем перейти к разделу в котором конкретные операции выполняются с прослеживаемыми товарами сейчас мы с вами вернемся к нашим слайдам так вот так вот и вернулись к прослеживаемым товарам то есть на самом деле вы видите сейчас на экране нормативную информацию по 28 ФСБУ то есть по проведению инвентаризации и немножко нормативной информации собственно говоря чтобы вы более серьезно обратили внимание на этот документ потому что он формализует собственности требования которые раньше применялись к инвентаризации я напомню что обязательно инвентаризация у нас раз в год должна производиться и в этом ничего нового не изменилось это обязательно инвентаризация а все остальное это промежуточные которые вы можете формировать соответственно по распоряжениям или по внутренним каким-то потребностям например обнаружена кража обнаружена недостача обнаружены там какие-то стихийные бедствия например затопило склад или еще что-то но внимание вот этому документу обратите внимание вот на что что этот документ создан практически ну скажем так один из первых потому что у нас есть ФСБУ который регулирует например учет основных средств есть ФСБУ который регулирует нематериальные активы запасы и так далее после вот этого у нас принято ФСБУ 28 по инвентаризации то есть этот документ достаточно важный и серьезный к сожалению наше время с вами подошло к концу мы так немножко перебрали поэтому мы сейчас с вами вернемся еще раз к началу нашей встречи то есть я хочу напомнить вам нашу электронную почту телефоны телеграм контакты и адрес сайта мы приглашаем вас к сотрудничеству и будем очень рады взаимодействию поэтому милости просим велкам на этом разрешите попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное внимание за время на нас потрачено будем рады оказаться вам полезными на этом разрешите попрощаться всего доброго хорошего дня удачи Îнеш Продолжение следует...